Остров Пасхи, также известный как Рапануи или Пуп Земли, расположен в 4 километрах от побережья Перу в самом сердце южной части Тихого океана. Это самый восточный полинезийский остров и самое отдаленное населенное место на планете. Многие считают его одним из самых загадочных мест допотопной эпохи, главным образом из-за знаковых и до сих пор необъяснимых статуй Муае, которые усеивают остров, а также массивных мегалитических каменных сооружений, идентичных тем, что были найдены в Южной Америке, Египте и других странах. Статуи Муае на острове Пасхи часто признаются одной из самых увлекательных археологических загадок в мире. Впервые они были найдены европейцами в 1722 году, когда в пасхальное воскресенье на остров прибыл голландский исследователь Якоб Рогевен, от которого остров и получил свое название. Эти колоссальные каменные фигуры на протяжении веков интриговали археологов и посетителей из-за своих огромных размеров и тайны, окружающей их создания и предназначения. Существует около 900 статуй, высота которых варьируется от скромного 1 метра до впечатляющих 10 метров. Некоторые из этих статуй весят до 82 тонн. Это в три раза больше, чем вес мегалитов Стоунхенджа. Так какая же тайна окутывает остров Пасхи? И какую связь обнаружили исследователи с другими древними памятниками архитектуры? Именно об этом сегодняшнее видео. Первоначально считалось, что статуя Муая представляет собой просто массивные головы бестел. Однако в 2017 году исследователи провели раскопки и обнаружили, что у статуй торсы и усеченные талии зарыты в землю. По мнению ведущих историков, статуям 800 лет. Однако 800 лет недостаточно, чтобы земля поглотила целых 8 метров статуй, особенно если учесть климат острова Пасхи. Скорость накопления почвы на острове точно не документирована. Но учитывая относительно скудную растительность и вулканическое происхождение острова. Скорость накопления почвы может быть медленнее, чем в более плодородных или густо заросших регионах. Отсюда мы можем сделать предположение о том, что статуи Муая были погребены вследствие каких-то глобальных климатических сдвигов. Но даже они не идут ни в какое сравнение с тем, что сегодня происходит в социальной, экономической и политической сферах. Потому что уже летом Россию ждут изменения, возможно самые серьезные с 90-х годов. Большинство снова будут в ступоре, а некоторым придется начинать жизнь с чистого листа. Чтобы быть готовым заранее, лучше смотреть источники, проверенные временем. Хороший пример – канал Мультипликатор. Его автор никуда не уезжал в феврале 2022 года, скупал доллары по 55 и сразу пояснил, почему не будет второй волны мобилизации. А сейчас он подробно объясняет, что будет уже летом с рублем и недвижимостью, и чем для человечества закончатся военные конфликты. Подписывайтесь и смотрите канал Мультипликатор всего по 5 минут в день и будьте готовы к 2024 лучше, чем 90% людей вокруг. Ссылки в описании. Если мы предположим, что умеренная скорость отложения составляет около полумиллиметра в год, это означает, что для естественного захоронения 8 метров статуи на острове Пасхи может потребоваться несколько тысяч лет. Конечно, эта оценка весьма спекулятивна и может существенно варьироваться. Независимо от точного количества лет, ясно, что они составят не менее 800. И очевидно, что статуи не были захоронены намеренно, поскольку на погребенных частях обнаружена искусная резьба. На всех статуях были изображены руки, причем руки тонкие и плотно прилегающие к телу, направлены к пупку. Любопытно, что на колоннах Гебеклетепе в Турции, которым несколько тысяч лет, мы находим точно такую же позу рук. Очень длинные тонкие пальцы также направлены к пупку. Подобные изображения можно найти по всему миру у различных других древних цивилизаций. Надо также учитывать, что традиционно остров Пасхи назвали пупом мира. Точно так же Гебеклетепе на юго-востоке Турции называли пузатым холмом. Невали-Чори – еще одно древнее место на юго-востоке Турции, построенное несколько тысяч лет назад, но ныне разрушенное. В Невали-Чори, как и на острове Пасхи, были найдены многочисленные статуи с руками, направленными к пупку. Примечательно, что одна из статуй имела идентичный дизайн с основанием, на котором установлены статуи Муаи на острове Пасхи. Этот дизайн изображает две человеческие фигуры, стоящие или танцующие вместе. Самые шокирующие сходства можно обнаружить, рассматривая петроглифы на спинах статуй Муаи. Сравните эти резные фигурки с найденными в Гебеклетепе. На вершине камня стервятника Гебеклетепе мы видим три сумки. На вершине статуй Муаи мы видим лицо, а рядом с ним еще три объекта. Ниже мы видим фигурки птиц, а между ними круг. На Гебеклетепе мы видим скорпиона, а на статуях Муаи символ, напоминающий скорпиона. В правом нижнем углу камня стервятника мы видим обезглавленного человека. На многих статуях Муаи мы не видим обезглавленного человека в правом нижнем углу. Вместо этого мы видим отсутствующую на статуе в Гебеклетепе голову. Являются ли все эти корреляции просто совпадением? А если нет, то как такое возможно, учитывая, что остров Пасхи и Гебеклетепе расположены на противоположных сторонах мира? Приблизительное расстояние между этими двумя местами составляет около 14 тысяч километров. И если эти резные изображения можно найти в разных частях света, это означает, что послание, которое они пытались передать, должно быть очень важным. Но что это значит? В 2017 году два ученых предложили замечательный ответ. Инженеры-химики Мартин Свитман и Дмитриус Цикрицис начали исследовать знаменитый камень-стервятник Гебеклетепе и полагали, что изображение, по словам Свитмана, кодирует некую информацию. При ближайшем рассмотрении они предположили, что знают, что это за информация. Их версия заключается в том, что животные, изображенные на столбе, на самом деле были зодиакальными изображениями древних созвездий. Скорпиона, весов и так далее. Таким образом, Свитман и Цикрицис полагают, что камень-стервятника служил отметкой даты для какого-то события в истории человечества, а резьба фиксировала время в прошлом, когда созвездия располагались так, как они высечены на камне. Но что это могло быть за событие? Свитман и Цикрицис полагали, что камень-стервятник дал ответ и на этот вопрос. Они заявили, что серия квадратных символов в верхней части столба со странными линиями, спускающимися от них, представляет собой фрагменты кометы, упавшей на Землю, а обезглавленный человек в правом нижнем углу символизируют катастрофу и человеческие жертвы, вызванные этими фрагментами. Как они предположили в своей основополагающей статье в журнале «Средиземноморская археология и археометрия», камень-стервятник был памятником этого разрушительного события, вероятно, худшего дня в истории со времен окончания последнего ледникового периода. Самым интересным и важным доказательством того, что это правда, была не просто их интерпретация древних резных фигурок, а то, что произошло, когда они пытались определить дату этого события. Если на резных фигурках была зафиксирована конкретная дата в соответствии с расположением созвездий, то что это была за дата? Используя специальное программное обеспечение, Свитман и Цикрицис в прошлом трижды определяли расположение созвездий, так как они изображены на камне-стервятнике. Все указывало на период, когда Земля пережила время глобального похолодания. Геологические и археологические данные показывают, что этот период был периодом ужасающих разрушений по всему миру, временем суперцунами и массовых наводнений, сильных лесных пожаров, которые наполнили атмосферу достаточным количеством пепла, чтобы заблокировать Солнце, периодом всемирного вымирания животных. Хотя существование события младшего Дриаса хорошо задокументировано, ученые всегда не были уверены в том, что именно его вызвало. По мнению Свитмана и Цикрициса, камень-стервятник в Гебекле-Тепе, показывающей созвездие именно в том положении, в котором они находились, когда произошло событие младшего Дриаса, на самом деле было записью о произошедшем. Как сказал Свитман в интервью, «Я думаю, что это исследование, а также недавнее обнаружение широко распространенной платиновой аномалии по всему североамериканскому континенту, фактически подтверждает аргументы в пользу воздействия кометы младшего Дриаса». Может ли это быть правдой? Мог ли младший Дриас быть вызван кометой? И может ли камень-стервятник в Гебекле-Тепе и подобные изображения на острове Пасхи быть свидетельством этой катастрофы, зафиксированной в камне древними цивилизациям? Ситуация становится еще более странной, когда мы смотрим на массивные каменные руины Венапу. Эти мегалитические сооружения без строительного раствора могут фактически предшествовать самим статуям Муае. Главная стена состоит из огромных плит, каждый камень соединен друг с другом. Блоки подходят настолько хорошо, что между ними невозможно просунуть даже лист бумаги. Эта структура идентична другим мегалитическим каменным стенам по всему миру, например, в Куско, Мачу-Пикчу, Саксуэ-Амани и Альянтам-Тамбо, а также в Египте и Японии. Подобно этим сооружениям, стена Венапу цельно собрана, причем из камней неправильной формы с закругленными краями и включает мелкие камни, заполняющие промежутки. Это называется полигональной кладкой. На самом деле, сами статуи Муае имеют значительное сходство с этими странными фигурами, найденными на скалах Северного Перу, относимыми к культуре Чача-Поя. Интересно, что это не статуи, а настоящие саркофаги, изображающие так называемых облачных людей. Сходство со статуями Муае невероятное. Чача-Поя – это утраченная культура, о которой мы знаем очень мало. Что мы знаем, так это то, что они предшествовали инкам более чем на шесть столетий и жили в северных высокогорьях Перу. Но вернемся к каменным сооружениям. В 1774 году капитан Кук и его британская экспедиция поразились точности мегалитической кладки на острове Пасхи. Кук даже сравнил эти тщательно подогнанные каменные стены с лучшими постройками Англии, выразив особое восхищение большой стеной в Ханго-Роа. К сожалению, этой стены больше нет, поскольку ее камни были использованы при строительстве новой гавани. Многие из древних мегалитических сооружений вдоль скал, которые наблюдали первые исследователи, такие как Кук и Уильям Джей Томпсон, с тех пор изменились под натиском океанского прибоя и оползней. К 1923 году исследователь и писатель Джей Макмиллион Браун посетил остров Пасхи, отметив, что инструменты и установка циклопических блоков были точно такими же, как и в Перу. Десятилетия спустя, в 50-х годах прошлого века, норвежский писатель и исследователь Тур Хейрдау провел на острове значительные археологические раскопки. Он обнаружил мегалитическую стену из мелко оттесанных и идеально подогнанных блоков на обращенной к суше стороне. Ничего подобного не было обнаружено нигде в Полинезии, что побудило Хейрдау утверждать, что архитектурное вдохновение, вероятно, пришло из Южной Америки, с ближайшего континента к востоку. Несмотря ни на что, ведущие историки и археологи заявляют, что между Южной Америкой и островом Пасхи нет абсолютно якобы никакой связи, не говоря уже о других частях света, таких как Египет или Япония. Но есть и другие загадочные совпадения, обнаруженные на острове Пасхи. В 1864 году римско-католический монах, исследовавший деревни острова Пасхи, сделал захватывающее открытие. Во многих домах коренных жителей острова Пасхи ему попадались различные палочки и таблички, украшенные загадочными гравюрами. Эти отметины в форме людей, животных и различных геометрических форм заинтриговали его. По запросу местные жители назвали эти надписи «ронго-ронго» – термин на языке Рапануи, означающий «говорить или декламировать», что предполагает лингвистическую функцию. Более того, хотя некоторые коренные жители Рапануи намекают на понимание его значения, они часто скрывают это знание от посторонних, оставляя нетронутой важную тайну. Удивительно, но похожая письменность была найдена в Махенджадаро в Пакистане, который был частью одной из древнейших цивилизаций мира, известной как цивилизация Долины Инда. Как и письменность, найденная на острове Пасхи, письменность Долины Инда также не поддается расшифровке и, как ни странно, очень похожа на письменность на острове Пасхи. Означает ли это параллель древнюю глобальную связь, которая могла бы связывать эти разрозненные культуры? Предполагается, что несколько тысяч лет назад уровень моря был на целых 100 метров ниже, чем сегодня. Это значительное падение уровня океана может означать, что то, что мы сейчас признаем отдельными островами, возможно, когда-то было соединено между собой серией сухопутных мостов. И это приводит нас к идее о древней международной культурной связи Индийского океана, Австралии и Полинезии с южной частью Тихого океана. Эта геологическая конфигурация могла способствовать миграции и культурному обмену между этими регионами, потенциально связывая различные древние цивилизации. Тайна, окружающая письменность Ронго-Ронго, стала еще глубже после находок доктора Роберта Шоха, исследовавшего остров Пасхи. Его жена Кэтрин Уиллиси сделала поразительное открытие, связав язык Ронго-Ронго со светящими сферами, изученными доктором Энтони Перротом. Эти светящиеся сферы, появлявшиеся в небе во время солнечных бурь, напоминали загадочные рисунки Ронго-Ронго. Она предположила, что таблички могут быть древними записями небесных событий, засвидетельствованными во время интенсивной солнечной активности тысячелетия назад. Воздействие плазмы на Землю могло привести к драматическим экологическим и геологическим последствиям, таким как нагрев и плавление горных пород, возгорание легковоспламеняющихся материалов, таяние ледяных шапок и испарение водоемов, что, в свою очередь, могло спровоцировать продолжительные проливные дожди и последующее потепление. Снижение давления в результате таяния массивных ледниковых щитов могло также спровоцировать землетрясение и привести к извержению вулканов. Считается, что такие хаотичные условия задокументированы древними петроглифами и текстами Ронго-Ронго. Предполагается, что плазменное событие уничтожило развитые цивилизации и развитые культуры той эпохи. Это событие хорошо согласуется и с описанием Платона Атлантиды, что позволяет предположить, что оно могло быть исторической основой для этих легенд. Присутствие древнего языка на острове Пасхи и его потенциальная связь с цивилизацией Долины Инда предполагают древний межконтинентальный культурный обмен. Письменность Ронго-Ронго с символикой человека-птицы и загадочными глифами остается одной из величайших лингвистических загадок, потенциально содержащей ключи к пониманию древней глобальной миграции. Тем не менее, истинная природа его происхождения и значения продолжает ускользать от ученых, что делает его увлекательным предметом изучения в области лингвистики, археологии и антропологии. Самым шокирующим было сходство между символами Ронго-Ронго и геоглифами Плата Наска. Посмотрите сами и сравните. Под островом расположены километры пещер, многие из которых до сих пор не исследованы. Одна из самых интересных сетей пещер на острове Пасхе хранит невероятные загадки и связана с древним культом поклонения существу, известному как Человек-птица, существу, которое, казалось, пришло с неба. В этой сети пещер, имеющей множество продолжений, некоторые из которых еще не раскопаны, мы можем найти загадочный петроглиф, изображающий голову с большими глазами. Многие полагают, что это изображение какого-то потустороннего существа, поскольку подобные изображения были найдены по всему миру, включая Плата Наска, Японию, Древний Шумер и многие другие. Жители острова Пасхи называют этих существ маке-маке. Если мы углубимся в эту сеть пещер, мы сможем найти больше резных изображений странных созданий, не похожих на обычных людей. В этом участке пещеры находятся десятки подобных изображений, и что еще более удивительно, прямо под этими изображениями находятся древние кости, оставленные на сотни, если не на тысячи лет. Самое интересное, что эти кости до сих пор не исследовались, так как место до сих пор считается священным. Есть еще много подобных локаций с едва видимыми сегодня петроглифами, большинство из которых изображает птица-человека. Фактически в 2017 году было сделано революционное открытие, касающееся культовых статуй Муаи на острове Пасхе, в частности их массивных, 13-тонных каменных шляп, известных как Пукао. Используя передовые методы фотографии и 3D-моделирования, археологи обнаружили удивительное разнообразие петроглифов, вырезанных на этих шляпах. Эти замысловатые резные фигурки, которые сегодня едва заметны, предполагают, что в их создании могли участвовать несколько групп людей, что указывает на более сложную социальную структуру и культурное проявление, чем предполагалось ранее. Учитывая, что эти шляпы отделены от статуй Муаи, остается загадкой, как им удалось разместить их поверх статуй. Учитывая, что некоторые статуи имеют высоту 10 метров, подъем 13-тонного блока на такую высоту до сих пор вызывает вопросы. Особенно, если по официальной версии это делали примитивные индейцы. Подъем и транспортировка самих статуй Муаи также является настоящим достижением. И существует несколько теорий того, как это могли сделать. Сами статуи в основном были вырезаны в карьере Рано-Рараку, вулканическом кратере, служившем основным источником воды на острове. Порода, из которой сделаны статуи, это легко обрабатываемый вулканический туф. Процесс вырезания Муаи был кропотливым и трудоемким занятием. Муаи были вырезаны прямо из скалы, причем скульпторы начинали с головы и продвигались вниз, пока не достигали туловища, оставляя заднюю часть статуи, прикрепленной к скале. После того, как передние и боковые части Муаи были завершены, последним и, возможно, самым рискованным этапом стало отделение статуи от скалы. Это было сделано путем вырезания глубокой бороздки вокруг основания. Но как их перевозили? Ведь некоторые из них весят до 82 тонн. Одна из самых ранних и самых известных теорий была предложена норвежским авантюристом и этнографом Туром Хейердалом в 1955 году. Хейердал предположил, что жители Рапануи использовали деревянные ролики для перемещения статуй. По его гипотезе, островитяне вырубали деревья и бревна помещали под массивные каменные статуи, что позволяло катить их по земле от карьера в Рана Рараку до конечного места на церемониальных платформах, известных как Аху, разбросанных по периметру острова. Хейердал даже успешно опробовал этот метод, хотя задача была очень трудной и требовала значительных сил. Но согласно легенде, статуй Муая не тащили. Легенда гласит, что статуи разошлись по своим местам сами. Это привело к появлению еще одной интересной теории. А как вы думаете, с помощью чего их транспортировали? Об этом и напишите в комментариях под видео. Также ставьте палец вверх, если данный видеоролик заставил вас задуматься, делитесь им со своими единомышленниками, подписывайтесь на канал, ну и конечно же не забывайте подписаться на наш телеграм. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok